И всем, кукушеньки, третий, третий, сегодня с вами, допустим, это 12 стульев, уже пятая серия, и, наверное, тут тоже будет много частей, потому что, когда я играю, я не замечаю, что идет дофигище времени, и, как и видите, председатель Старкомхоза Т. Гаврилев, товарищ Гаврилев, то есть, да, не там он где-то, да, а вот именно он здесь, идем. Молодой человек, за вами глазок? Что нет? Видите ли, наш профсоюзный комитет подавал заявку на стулья, нам совершенно не на чем сидеть, мы с товарищем Гаврилиным были в прошлые выходные на рыбалке, и он обещал выделить. Надо мужик чуть потише сделать, наверное. Ну, ну, что, вы попробуете его по таким пустякам? Сейчас что-нибудь придумаем. Давай, сонки все. Алло, Милочка, сейчас к вам подойдет один обаятельный молодой человек, поищите в мебельных архивах и выберите для него что-нибудь стоящее. Ну, так вот просто. Лучше сидячее. Отлично. Ну, конечно, товарищ Гаврилин дал санкцию. Без вопроса. Идите в соседний кабинет к архивариусу, она все устроена. Архивариусу не особо стоящее слово. Для меня архивариус это такой бандах, по-моему, это уже когда-то говорит. Так, сейчас надо сделать это очень важно. Ээээ, диалоги это так, вот такие же. Так. Ну, это будет вполне достаточно. Ну что же. Мистер. Вам должны были звонить насчет нашего дела. Да, я в курсе. Какая мебель вас интересует? Нужна информация о мебели, распределенной жилотделом. Пока жилотдел не был скрыт со старком хозом, здесь хотя ничем другое архивариус, но после него все арбера куда-то исчезли. Ага. Как его имя? Как его имя? Карабейников, кажется. Да, точно. Варфоломей Карабейников. Варфоломей. Эх. Я думаю, Варфоломей, мне себя осценивать только с одной игрой, и это смутя не изменит. Адрес. На каком основании? У меня с нацистей. У нас не плательщик профсоюзных взносов. А, тогда записывайте. В гусище он живет. Гусище, это гусище, это, по-моему, сейчас не ошибаюсь, где мы снимали пьяного айлета. Нет, да, не надеюсь. Вот это... Домик, в котором, по-моему, там будет улица Палихана. На, это где он, вместо новейного. Гусище? Гусище? Чего вам уголок? Ага. Вы не желаете приобрести это из... А, вот. Где здесь гражданин Карабейников? вы служили в архиве старком хоза меня интересует судьба одного гостиного гарнитура я нашел отделы ничем не могу вам помочь какой он скотина вы раньше слушали нас то же самое ну давай вот это потом ходит молва будто вы в канцелярии градоначальства служили а почему вдруг вы ко мне с этим пришли ну все тайны теперь различные варианты мне кажется он подойдет он молчать нифига себе нет нет он должен оформить простудие года но в сентябре еще о которых вы можете знать все равно играю в чем он что к нему а то что предложение в доме из них нет теперь моя благодарность будет для вас приятной неожиданностью по моему вполне слышно голоса я перебиваю фарфоломей корабейников бывший чиновник канцелярии градоначальства ныне работник конторского труда обожает строгий порядок во всем а позвольте все таки узнать чем обязан я воробьяниного сын и это какого же его то он что жив папа давно в могиле печальные события а че он по голосу раз поменял нормально а вот появились остап остап воробьянина а ну вальдемар и он не выхожу по моему нет но все таки хотел бы найти что нибудь из мебели папаш чтобы сохранить о нем память не знаете ли вы кому передана мебель из папашевого дома свобода профессия собственное мясо хладобой не на артельных началах самаре а так вот трудно но можно потребует расходов небольшая сумма ближе к телу как говорил мы пасан сведения будут оплачены это почему же так много овес нынче дорог все я помню тут есть некоторые действия вот это на все можно так начнет точно а помню то что с этой мышкой там на 100 а подобных животных сквозняки чрезвычайно озлобляют на мясо люблю на желатину а ну а то перекроем врагу ходы к наступлению бедная мышь а берем вы уверены что ваша крыса лакомиться настоящим неподдельным сыром очень просто владея собственной мясо хладобой не я во всех деталях изучил особенности и тонкости производства сыров бедная мышь у неё нас даже с этим что я понял то банка я научу вас как это впредь определять самостоятельно для начала посчитайте количество дырочек в этом кусочке а хорошо так теперь берем и пойдем насколько помню что стресса будет у вас есть пять минут и сейчас мышь просто вероловно в грызи самую улицу так что теперь помню нам надо крыс поймать вот таким вот образ в данном случае нет жидкость не особо ценное но рано или поздно тоже может кончиться на ну ладно так чтобы знаешь не сегодня тогда надо кстати дай посмотрим прячетесь товарищ коробейников не гостеприимно это с вашей стороны держать такого лютого зверя в квартире а раньше нельзя было подумать ну ну а такой тонкий навек чтобы съехать а просто так не получится это что такое было слишком одичел на пайке коробейникова моей реакции может не хватить чтобы уберечь шляпу и все остальное от ее острых зубов ну вот то есть берем его так затормозить можно только то что прогресс не туда все перемены тыком мышь как сыр особенно хорош с выдержанным напитком ага хорошо так пока что она тут умирает надо ее опа брать с темных вообще-то не в моих правилах но в данном случае сделаю исключением пусть старик воробьянинов порадуется сыр забираем с собой нет этот сыр заметит мои поиски а я понял что я больше не слышу крысу она что убежала вышла погулять значит я могу да да уходите уходите выходите но если она вернется вам даже шкаф не поможет а ладно тогда я еще некоторое время подожду ну нигде и вот здесь вот когда первый раз сыграл да и второй тоже я застал в тюбик типа и и что я знаете я помню что надо делать вы боитесь высоты гражданин коробейников так вот вы где все это прячете вы что это делали верните меня вниз после того как я обнаружил потайную дверь держи карман шире ух оху уху ну нет ну он определенный хороший персонаж пойдемте так что у вас тут есть что это такое паспорт там может быть та информация в которой я нуждаюсь но как ее разглядеть а вот это а что такое а я понимаю это шлем что искомые драгоценности окажутся на морском дне. Интересно, умеет ли Фельдмаршал плавать? Так, я помню, что надо соорудить такой легкий прожектор, потому что свет, я должен надеть на нее шлем будет, да. Хочется, имеете, да? Мизерный слайд написан в субтитрах, он сказал крошечный. Согласен, ну и вот сейчас мы как раз таки это и рассмотрим. Есть. Только вот текст разобрать совершенно невозможно. На белом фоне эти буковки... Ага, понятно. Какая-то тут вешалка есть. Попались, родимые. Так, воробьевинов номер 95. 905. Что, 905? Че ты? Вот че ты меня обманываешь, Остап? Ну вот, посмотри, тяни палец, у него хитрые глаза все это разъясняют. Так, 900, вот. Так просто? Вот они, 12 ореховых стульев фабрики Гампса, один к одному, ушли к некоему Брунсу. Стоп! Что за ерунда, это же не воробьянная мебель, какой-то генеральше Поповой. Покоробейников оказывается не так просто. А что, нет? Что-то не так? Больше ничего? Ну да. Че ты там? Так, баристов, офф, подходит турок, вот это тоже возможно. Капустов, офф, нет, это еще какая-то буковка. Дружинин. И вообще вот это вот, может быть. Ха! С какой бы нам начать? Ну давайте с этой. Попытаюсь счастья с этой картой. Сразу видно, что этот вариант записывали уже много раз с этой картой, то есть он призывает, что возможно неправильно. Отстань! Ах, вот оно, что кажется, принцип понятен. Ага, это не так, это хорошо. Я понял. Полный архив, да. Так, ээээ, вот это, давайте попробуем. Займемся теперь этим клиентом. Ну да. Игра подразумевала то, что будет много попыток. Да, отстань. С этими отверстиями долг. Да ты наркоман, вот. Ага. Отлично. Я вижу на стене лишь одну фамилию предводителя и одно число. Отлично. Со второй попытки, но неплохо. Проверим-ка ячейку под этим номером. 6127. Вот оно. Я бы на месте остался, просто бы все ячейки вскрыл. Ну что, сложно что ли? Воробьянинов Ипполит Матвеевич. Все верно. Чем же ты владел, родной? Рояль Бекхер Вазы, китайские маркированные 4. Габелин Пастушка, гостиный гарнитур, 12 мест, Ореховый. Мастер Ганс Работы. Так, а кому же Роздано? Габелин Пастушка в клуб водников, гарнитур гостиной Ореховый по частям. Стул один во второй дом Сабеса, еще один стул товарищу Грицацуеву. Как инвалиду империалистической войны по его заявлению и грифу за жилотделом товарища Буркина. 10 стульев в Москву. Государственный музей мебели. Кон гениально! Гостиным гарнитуром и ограничимся. Так, получается два стула более-менее... Понятно где. 10 просто в Москве. Что он за Станцмастер? Вот знаете, что такое Спринтал Сэл? Вот это вот он. Спринтал Сэл, Assassin's Creed. Они ни к чему по сравнению с ним. Вот серьезно. У него... Спринтал Сэл. Ну что гражданин корабейников? Сомневались в моих способностях? Ордера то я нашел, прочитал и даже вам их оставил. Иди гадяй! Наоборот. Я ведь мог бы вообще все ордера изъять и раздать нуждающимся. Что? Примолкли? Да заплати. Порядский хищник. Вот то тоже. А снять нельзя? А, то есть он там навечно да станет? Ладно. С кем не бывает? Ну что? Удалось. А у вас были сомнения? Что бы вы сейчас без меня делали? Я нашел все ваши стулья до единого. Нате пользуйтесь. Ваш дворник не соврал. Один стул действительно находится в доме Сабеса. Это у Тихона не приступ белой горячки. Значит все таки один стул оставили в моем особняке. Сразу 10 стульев уехали в Москву в Государственный музей мебели. Один стул остался здесь у вас в доме. О, Грицацуево. Грицацуево. В Старгороде по улице Плеханово 15. Да, Плеханово 15 мы проходили. Где ножички есть. Но в Москву придется ехать. Но тут же тоже есть два стула. И денег у нас совсем не осталось. Два шанса против десяти. Чистая математика. Да и то если гражданин Грицацуев не растапливал своим стулом буржуйку. Не шутить так. Не нужно. А кто сказал что это шутки? Ничего, ничего. Либерфаттер Конрад Карлович Микельсон. Найдем святое дело. Батиссовые портянки будем носить. Крем морковь кушать. Мне почему-то кажется что ценности должны быть именно в каком-то из двух Саргородских. Ну конечно тебе кажется. Потому что желаемо все его дают за действительность. Что вам еще кажется? Ничего? Ну ладно. Будем работать по марксистским. Предоставим мне по птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее видеться с вдовой инвалида империалистической войны гражданкой Грицацуевой, улица Плеханово, дом 15. А также навестить старушек в записи. Но на случай, если ваш дар ясновидения нас все же подведет, надо будет искать деньги на поездку. Ну согласитесь, да, если бы эта игра состояла только из двух стульев, то зачем ее назвать 12 стульев? Игра бы долилась... Я кстати не знаю, что тут тоже... Наверное, геймплей этой игры, не знаю, сколько часов, но если бы игра состояла только из двух стульев, он нас состоит... О, здрасьте. Мадам Грицацуева, и вечная вдова, истосковавшаяся от одиночества. Все последние годы ждет храброго принца, который почему-то не спешит за своим счастьем. Хотя природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, красный, но выразительный нос, расписные щеки и нощные сахары. Привыкла к самостоятельности, чрезвычайно утонченная и романтическая натура. Судя по адресу, эта знайная женщина и есть, вдова Грицацуева. Вы не помните? Писки ваших ошибок на обести ее случайно нет? Нет! Ну что? Значит, это она в настоящее время пользуется интересующим нас стулом. Один из двенадцати. Так, не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе отсутствующих стул, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул? Что же делать? Что делать? Не волнуйтесь, председатель. Беру операцию на себя. Перед моими апельсиновыми бюллетами ни один стул не остается. Ах. 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 ASH. Ах. 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 Есть какая�ка «Папа». Сейчас я их тебе неces Pearce не волнула. нашла столько лет даже не верится соглашайтесь на папу да именно долгая история у города которые город я был в городе красоты за той буквы город так просто бывшие возлюбленные вау некогда красавица прокурорша елена станислава боли секретарь суда когда-то сказал стихами что она поцелуем зовущая вся такая воздушная ныне же а былой привлекательности напоминал лишь ее неизменный голос до привычка раскладывать пасьянцы приобретшая за долгие годы одиночества чудовищные формы я уверен продолжает подглядывать спасибо а чем вы рисковали придя ко мне и что кис имела ввиду город м город скорость этой закругой прибыли из берлин и кстати на город м этом не записывается о многих рассказах великих писателей а и в классические задачи первое свидание трудные минуты помните и полет матвеевич вы помните я не знаю а помните нашу первую встречу а фокусы они в темноте завсегда лучше получаются аналоги с ним фокусами занимаюсь а астрологической наукой я просто произношу свои мысли вслух так я понял вот это да уйди и тогда выпили все шампанское из моего картонного кувшина а что это у вас за отходы птицы фабрики я про вот эти связанные вместе куриные лампки а а а защищает уже и не припомню а а а а а а но а пока что смысл снигать об этом нету так нафиг это дерево уходит вынужден прервать ваши милые выркования сударыня но нас с коллегой еще ждут кое-какие дела нам в этом деле явно не помог здесь еще не помочь а м вот по часам вот так вот подходит ничего не не просто вот он оборим не прошло на середине миссии писан вот именно миссии еще не пройдет самосатского комиссия не комплис нет еще разлуждая это порядок он здесь видите ли прохлаждаться будет а всю грязную работу опять мне одному проворачивать немедленно покиньте квартиру гражданки полу я никуда не пойду вот тоже ты негодяй вот корыстный вы человек а то можно устроить в дуэльном мясорубках это элегантнее каждое ранение безусловно смертельно пораженный противник автоматически превращается в котлету вас не нужно мясорубку во сколько за вами прислать секунданта ну хорошо я иду так круто вот да я за счет вопрос это интересно если чё развести то же самое будет типа а помните а помните да хорошо что вы вернулись сепарит матвеевич а я уже было подумала что вы снова меня покинули как много лет назад в своих ошибках молодости целиком раскаемся разрешите еще ненадолго вас задержаться я могу вам отказать а и чего поговорим а давно ли вы после бывали в месяц с Месси нахо но она мне кажется рад что остается мы счастливы видеть в вашем лице строгий секрет государственная тайна я все прекрасно понимаю сейчас такое тяжелое для всех нас время все приходится делать даясь прячься но вы надеюсь не подключаете даже ну давай напрямую не боитесь что это станет известно пластям да у меня только проверенная клиентура сказать по правде одна и та же клиентка регулярно я даже знаю что это зовут на Г есть Сосуева как соска как сказали Грицацуева опа да знаете ее бедняжка ее супруг пострадал за дело отечества проливая кровь в империалистической войне придет время мы ей поможем что-то не замечала я чтобы она в чем-нибудь испытывала нужду ааааа стольчика симпатичную зажиточная ну да это честно что зажиточная посту спрашивать смысла нет ну вот сама логичная ну так же а человеческая теплота и правда ваша постоянно на мужа и будущего гадаю на трефового короля только пустая это затея почему же то есть трефовый король потому что вбила Грицацуева себе в голову будто на жениха ей само провидение указать должно да вот только даже провидение не под силу отыскать такого идеального мужа чтобы он ее требованиям соответствовал так и уходит вдова каждый вечер от меня не счет и что за требования такие нереальные с предыдущим то мужем Грицацуева так намаялась что ищет теперь кавалера с качествами которые покойные у мужа напрочь отсутствовали что за качества такие позвольте полюбопытствовать ее избранник должен быть добрым смелым да еще при этом и щедрым ну и плюс как я уже говорила направленным самой судьбой в общем не бывает такого на свете да требования прям нереальные по нынешним то временам что скажете ипполит матвеевич ну если подойти к этому вопросу научно браво киса в любом деле равное научный подход дело за малым осталось проявить смелость щедрость и что там еще доброту ну само собой доброта за добротой дело не станет добрее меня ипполит матвеевич только за ратустра это писатель такой знакомый за ратуст за ратуст ну да писатель возможно шла есть либо это герой как будто писатель я идем тогда грицессу и сейчас поговорим мы сейчас оставь бандер своей харизматичности докажет кто есть кто хотя бы нет можно зайти сами знаете куда сара комхоз точнее не сюда а в доме кисы потому что как вы помните красный уголок он недоступен нам пока что знаете почему потому что надо спугнуть надам наш любимый да отстань ты аккуратно побежал и главный вопрос да а зачем собственно идти к этой мадаму потому что у нас есть мыша как известно почти все девушки боятся мыши так это хочет отмерз снеговик вот морковочка да вот ведерочка пошли раз проверим учителя по моему да крыса как раз для нее и нужна пора дать слово нашему зубастому товарищу посмотрите тут как выделен этот конь и эти что что это мы нечего я вам между прочим не сам надзор наверняка вы с муженьком в свое время сюда санитарного инспектора не пустили а в красном уголке не может этих крыс целые полчища вот именно ну что же так надо манте нам не почему же так вы я могу что давайте возьмем козла козлом вы похоже проводите времени гораздо больше чем собственно можем о это же смело ну что вы говорю открытым текстом по моему у вас что-то непристойное уме по глазам это всего лишь ваши фантазии голубушка в так ой там очень долго историю ка дамочка вы хотите посетить здесь пока у супруга репетиция не окончится так это надолго да там еще кукушная не нашла хотя на кукушке вроде как ну надо мешать им не ловить этого одичавшего крызуна а так что смертельный номер летающий козел и зачем а то что ключи живо этого гнезда может хотите спуститься и получать репетитора тогда сидите там и шевелитесь крысы они по шведским стенкам лазить умеют вот именно так вот 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 крыса мало великий немой стурил от снизошедшего на тебя благословение как он здесь оказался опять вот немедленно верни стол они то сейчас еще и слепым тебя сделаю моргала как говорится выкалю а по что вакууме скис больше у ее ей что происходит как как много всех так 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 и что же будет мясо эскиз и с этих священников я поняла не перетягивает стол святой отец охотитесь за моим имуществом это наше имущество сучу и не ваши властью рабочих и крестьян может быть вы святой отец партийный может быть нацепись же ты от стула юродивый что-то на кого не происходит надеюсь shadow play это все записывается если нет я просто где-нибудь найду видеорад и вставлю этого и не понимать о чем я ну что нашли о аферист я вам морду побью отец фёдор прямым текстом чеки как архиерей на приеме руки коротки стыдно батюшка вы просто вор я у вас ничего не украл вы суфа маленькой зоны уполз она минус 1 100 осталось 11 счет ведем счет скоро закончится пещера лихтвейшем таинственный соперник его нужно опередить а морду ему мы всегда успеем пощупать ну и правильно что теперь будем делать заседание продолжается тогда погнали теперь уже идем куда мы идем к мадам гритт от грится отцу его но это будет уже следующей серии потому что время не резиновое так что до свидос